здравствуйте это формула бежу я ольга козлова сегодня очень быстрое видео очень короткая информация про ювелирные тросики меня просили я помню я рассказываю ювелирный тросик иначе называется ланка это стальная проволока тонкая 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 сплетенная в жгут или живу и с покрытием оплетена полимерным материалом этот пример материал на самом деле разные вот на примере этих тросиков которые мы сегодня покажу вы это увидите значит смотрите основные тросики которыми я пользуюсь наверное большинство мастеров это тросики которые мы приобретаем на алиэкспресс разной толщины наверное я даже не помню какая минимальная 02 или 025 у меня основная но основной мой диапазон от 0 3 до 0 45 есть еще промежуточные варианты 035 038 04 вот у меня основные вот эти у меня нет никаких нареканий по поводу этих тросиков они не особенно пластичные но я например вот не всегда люблю чтобы украшение было прямо вот как 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 сказать на текстильной ниточки иногда требуется некоторая жесткость и в общем варьируя толщиной тросика можно создать украшение с той пластичностью которая вам нравится меня в принципе по качеству вот эти тросики с алиэкспресс они вполне устраивают я вам оставлю ссылку у меня очень так не так давно купила такие 035 045 пополнил свой запас темно-серого оттенка стального это как будто бы под серебро но такой нейтральный цвет я его использую для украшения с разной фурнитуры и вполне это все хорошо выглядит хорошо он себя ведет трусик не перетирается единство нужно конечно правильно подбирать толщину по то украшение которое вы делаете бывают другие оттенки у меня например есть черные тоже с алиэкспресс на этот ссылку не оставлю потому что я его покупала вот у меня осталось достаточно много еще я его покупала в оффлайн магазине на алиэкспресс пользуюсь не так часто но тем не менее черный тросик тоже есть так нет он кстати очень нравится слово ланка когда я говорю ланка не все понимают ну вот я думаю что вы теперь знаете что вы берете тросик иначе называется ланка далее вот один из дорогих вариантов которые мы можем использовать своей работе это ювелирный тросик японский flexi есть несколько разновидностей этого тросика я вам показываю сейчас трос который состоит из 7 тонких проволочек из нержавеющей стали которые сплетены в одну жилу вот на катушке 25 метров и толщина конечного продукта 0 4 миллиметра также бывает трех жилье соответственно 21 21 нить из нержавеющей стали и бывает 7 жилье 49 нити я пользуюсь я не пробовала не покупала не трех жилье не семи жилье я пользуюсь от одножильным который сплетен и 7 проволочек меня вполне устраивает по сравнению с китайским тросом он конечно но намного более пластичные когда я хочу добиться эластичности не какой-то нити я использую его удовольствие не дешевая это дорогая нас достаточно то здесь вот прям каждый сантиметр он стоит денег значит что хочу сказать отличается по цвету то есть если вот это серебристый до считается у японцев и вот это серебристый считается у китайцев вы видите какая разница по цене ну по толщине мы наверное здесь с вами не увидим 045 004 да вот такая самая основная для меня толщина по толщине они естественно похоже но вот этот тросик будет намного более пластичными чем аналогичный китайский он просто очень очень мягкий но здесь есть один на мой взгляд большой недостаток не знаю там только я это заметил или какие другие мастера об этом говорили здесь очень мягкая оплетка то есть вот этот полимерное покрытие которым покрыт трос если немножко передавить инструментом она как бы как сказать но повреждается да но заминается поэтому работать надо очень аккуратно он более нежный вот так бы я сказал и есть еще промежуточный вариант ради которого собственно говоря я и затеиваю это видео есть тросик корейский он по цене средний и его можно приобрести на алиэкспресс что очень приятно и есть очень много оттенков вот сейчас я вам показываю два оттенка такой стальной он чуть цветлее чем китайский и золотистым который очень выигрышно отличается от золотистого тросика китайского потому что золотистый китайский тросик он выглядит совершенно жутко на мой взгляд он такой желтый желтый зеленый он выпадает абсолютно затенка фурнитуры в общем я не покупаю не люблю вот корейский трос он на камеру он такой тоже имеет зеленоватый оттенок на самом деле более пастельный такой более бежевый цвет и вот когда я делаю такие не бюджетные украшения золотистой фурнитуры я в последнее время использую вот этот тросик я оставлю ссылку есть разные цвета вот прям очень очень разные 038 но это пожалуй мое любимое сечение 50 метров и по цене достаточно приемлемо я не могу скажу дешево но приемлемо вот такой вот корейский тросик и он более гибкий по поводу полимерного покрытия по поводу оплетки тоже она нежная то есть китайские они более такие я не могу сказать что грубая но с ними проще работать здесь нужно просто приспособиться просто понимать что не нужно передавливать инструментом не нужно тянуть потому что можно повредить полимерное покрытие сверху вот вот такое короткое видео не знаю полезно вам или нет я не самый большой знаток ювелирных тросов потому что мы обычно про них знают те кто работает с разными материалами например в том числе с бисером под бисер вообще нужны отдельные другие тросики я об этом ничего не знаю я как мастер которая работает в основном с бусинами с натуральными камнями но моем арсенале вот такие вот тросики я вам их показала если кому-то было полезно обязательно ставьте лайки а с вами была формула бежун и я ольга козлова всего доброго до свидания